Дорогие ребята, здравствуйте! Мы сегодня будем говорить о водопадах. С вами педагог дополнительного образования детского эколог биологического центра Росток города Уфы Назмуддинова Ира Мухаммедовна. Продолжаем изучение темы достопримечательностей республики Башкорстан. Познакомимся с водопадом Атыш и Атыш-Сумган. Название водопада переводится с башкирского языка как стреляющий, выстреливающий. И если приглядеться, то он действительно как будто выстреливает из самой скалы, пробивая его насквозь. Атыш – водопад в Белорецком районе. Водопад – это выход из грота Атыш на поверхность подземной реки, которая также называется Атыш. Сам грот, он же Атышская пещера находится в горе Яш-Куз-Даш. Внутри Атышского грота вода бьет из наклонного отверстия на полу пещерой мощной восходящей струей шириной 6 метров и высотой 4,5 метра, что и дало название водопаду. У основания скалы за столетия выработались два водоотбойных котла диаметром 20 метров и глубиной 10 метров. Из этого озера река Атыш течет дальше в реку Лемезу. Водопад Атыш – один из самых красивых и труднодоступных в Башкирии. Поход к нему – самые настоящие приключения. Ведь чтобы увидеть водопад, нужно преодолеть два брода через горные реки, перевалить за горный перевал. Путь в одну сторону составляет порядка 11 километров. Из Уфы надо ехать на электричке до разъезда 71 километр. От станции нужно идти до реки Инзер. После пересечения реки в брод необходимо подняться по горе, которую местные называют Ведьминой горой. Это будет 4-х километровый подъем. Дойдя до вершины Ведьминой горы, тропа очень круто уходит вниз. И доходите до брода через реку Лемеза. Лемеза – это левый приток реки Синь. Гидроним Лемеза образовано от башкирского слова «лем» – «илисты». Гипотеза выглядит вполне правдоподобной, учитывая тот факт, что камни, лежащие на дне реки, покрыты определенными видами водорослей, что делает их достаточно скользкими. Есть и другая версия гидронима – название реки – от имени мужчины Лемез, вожака древнего племени в этих местах. Рыбы в реке Лемеза раньше было много. Но на сегодняшний день рыба чисто горных рек исчезает. Мало осталось Хариуса, а вот Таймень практически уже не осталось. Эта река довольно мелкая летом, летом по колено, но течение в ней очень сильное, так как река горная, сносит капитально. Поэтому нужно максимально сконцентрироваться и держать равновесие. Преодолев брод, вы попадете на поляну с крупной деревянной вывеской Атыш. Атыш. Дальше, через 500 метров на горе Яшку-Сташ, вы увидите водопад. Услышите шум водопада. И вот он, знаменитый Атыш. Подобных ему нет не то, что в России. На земле мало. На всей земле мало. В чем же его уникальность? Дело в том, что это не просто водопад, а выход на поверхность подземной реки. Любопытный факт. В древние времена водопад был значительно выше. Но постепенно вода размывала горную породу, и Атыш начал стабильно опускаться. Ученые прогнозируют, что через несколько тысячелетий поток полностью размоет каменные плиты, и одна из самых прекрасных достопримечательностей Южного Урала прекратить свое существование. Водопад сам по себе небольшой. Высота падения воды составляет 4,5 метра. Внизу образовалось очень красивое озеро с водой бирюзового света. Геологи утверждают, что такой свет воды получается из-за состава воды, которая содержит в большом количестве кальция и взвесей известняков. Солнечные лучи, преломляясь, создают бирюзовый свет. Вода в озере очень холодная, не выше 4 градуса. Водопад Атыш на горе Кусташ в переводе означает «Каменные слезы». Гора Яшкусташ из грота, который выстреливает водопад, это подземная речка, сложена мягкими известняками и бывшее дно Пермского моря. Оттого здесь сильно развест карст и на ее южном склоне этой горы находятся еще другие пещеры. Поэтому не исключение и плата, по которым протекает одноименная река Атыш. Дойдя до тектонической трещины на вершине горы, эта река уходит под землю и дальше продолжает свой путь в недрах этой горы. На том месте, который когда-то протекала река Атыш раньше, образуется суходол, сухой дол, сухая долина реки. Его местное население называет «мрачный лог». Это назвали «мрачным», потому что здесь очень много карстовых воронок, провалов и лес там поваленный из-за провалов. Деревья падают и создается картина хаотичности и мрачности. Вот на этом слайде показан схематический разрез горы Яшкусташ. Пунктируем дорисована та часть горы, предположительно бывшая, и все процессы, длившиеся в ней многие миллионы лет, напрочь уничтожили и разрушили ее. Водопад Атыш в те времена достигала высоты более 15 метров. Это какое величественное зрелище представлял собой Атыш. Но вода, падая вот с этой перемычки, смотрите, раньше вот здесь была перемычка, вот в этом месте, вот в этом месте. Вот она. Падая через эту перемычку, постоянно растворяла и разрушала ее, и водопад становился ниже и ниже. Напор поступающей воды в полости ослабевал, направляясь по легкому пути и ниже. Таким образом было заброшено одно из основных водо-выводящих отверстий, ход, по которому сейчас заходят туристы в Атышскую пещеру. Давайте вот здесь, смотрите, раньше вода реки Атыш падала вот здесь. И вот здесь она образовала очень хорошую длинную пещеру, которая называется Нижняя. А верхняя пещера, она была где-то вот там наверху сначала, первоначально, а потом она, значит, опустилась и во время разрушения накрылась вот этими слоями осадочных пород. Кроме того, есть и вот это место, которое называлось пещера Дальняя. Раньше Атыш, река Атыш вот здесь заходила, то есть уходила вот в эту пещеру. А на сегодняшний день место, где Атыш проваливается, вот на этом месте. Вот это главная тектоническая трещина, которая является местом, которое имеет на сегодняшний день. Ну и из других пещер, как вы видите, сюда и впадают и другие протоки воды. Место ухода реки Атыш под землю, его называют Атыш Сунган, по башкирской, то есть Атыш Нырнул, Атыш Шунган или Атыш Провалился. Место ухода реки Атыш под землю на высоте 276 метров. Выход водопадом на высоте 174 метра. Таким образом, перепад составляет около сотни метров. Это на вершине горы Кузь-Яш-Кузь-Таш и вот как раз последние метры, где вода уходит под землю. Место, где река проваливается и уходит под землю, в геологии называют Карстовая воронка. Вот она такая огромная. И здесь основное место, первоначальное, вот это было, где Атыш Нырнул. Вот для сравнения вот этого места можно посмотреть вот на фигуру здесь человека. На дне вот этой Карстовой воронки очень много вот таких дыр. Эти дыры в геологии называются панорой, от слова нырять. Вот последние метры течения реки Атыш, а дальше уже она уходит под землю вот здесь. Поэтому такие места, они очень мрачные. В стиле горы Яш-Кузь-Таш находится многоэтажная система. Вот если его разрезать и нарисовать упрощенность в виде схемы, то мы получаем вот такой рисунок. Вот это первоначальное провалилось, вот это место Атыш провалился. Сумган образовал вот эту первую пещеру. А потом геологические процессы, которые здесь проходили, они образовали вот такую огромную тектоническую трещину. И Атыш уже уходил вот здесь на эту трещину. Вот это место и называют сегодня Атыш-Сумган. Или провалился. И здесь вот эту пещеру называют пещера Дальная. Там на высоте 400 метров это было. Дальше идет пещера Нежная. Вот она, вторая пещера, 278 метров на высоте. Пещера Верхняя на высоте 135 метров. И дальше идет пещера Заповедная. Ну а сама Атышская пещера, вот она, у основания скалы. И здесь большую роль в образовании вот этой пещеры Атышской, большую роль сыграла пещера вот эта Сифонная. И вот та самая перемычка, которую размыло. Когда вот здесь стекла, выпадал этот водопад, то здесь была высота 15 метров. Ну а сейчас это вот эту перемычку перемыло, и вот это место уже стало более шире. И здесь вода уже падает с высоты 4,5 метра. Сложена гора Яшкусташ древними известняками, которым геологи определили возраст с 570 миллионов лет. А мы с вами знаем, что море Перемское было образовано 350-320 миллионов лет назад. Много претерпели они за время своего существования и вот образовали столько пещер. Эта схема тоже с рисунком уфимского учителя географии Марушина Вадима Александровича. Латышская пещера прохладно и красиво. Имеется несколько выходов. Весной гроб заполняется талами водами. Год за годом разрушали, растворяли реки своими водами стены этой пещеры. И она становилась все шире и глубже. Это явление в разрушении горных пород называется эрозией в геологии. Воды не только растворяли известняки, но по весне, когда резко увеличивался их напор, они несли песок, гальку и мелкие камушки. И все это вращалось, как в жерновах мельницы, физически разрушая бока известнякового тела, заставляя искать дополнительные пути. И этими путями стали служить другие мелкие тектонические трещины, которые отходили от нее, как от ветвий столб ствола дерева. Правду говорят люди, сильнее воды в мире ничего нет. Год за годом, век за веком трудится она в теле пещерой, разрушая тектоническую трещину. И не забывает это делать. И в боковых ответвлениях образуют там полости пещер. Вот эти полости заполняются весной, а летом в них вода уменьшается. Таким образом говорят, вода взрывается весной и усмиряется летом. И так век за веком без устали разрушает твердь горы, вода образует полости пещеры, которая называется Сифонной. Вот на этой картине вы видите вот скала Яшкусташ. И здесь водопад Атыш, вот здесь Атышская пещера, а от него уходит вот так пещера Сифонная. И здесь вот эти дырки, которые весной тоже из них извергается вода, называются окошки в пещере Сифонной. Вот здесь пещера Сифонная. Напор воды такой мощный, что за несколько столетий под скалой появились два огромных котла. Ну, то, что вода выкопала, абсолютно круглая, похожая на котел озера. Глубина котлов около 10 метров, а диаметр 20 метров. Вода в озере бирюзовая и оусловленная взвесью и извести. Преломляясь, эта вода дает свет такой оттенок бирюзовый. В это озеро с реки Лемень заходила на нерест рыба Таймень. Сейчас уже нет. Туристическим потоком, ой, туристическим местом водопад стал примерно с 1970 года. И в последнее время экологическая ситуация в окрестностях Атыша ощутимо ухудшилась. Виной этому бытовой мусор, оставляемый безответственными туристами и путешественниками, дают свои негативные плоды и переправы через реки с помощью автомобильного транспорта, ставшей особенно популярной в последние годы. В результате на воде появляются мазутно-масляные пятна, а прибрежные территории превращаются в сплошную развороченную колею. Богато здесь и растительный мир в окрестностях водопада. Очень интересен мир грибов данной местности. Есть представители грибов, занесенных в Красную книгу. Например, гриб из вида фалламицитовых. Называется гриб? Гриб соседка сдвоенная. По латыни фаллус тепло дупликатус. Но в народе имеет более красивые названия. Например, невеста под фатой или дама под покрывалом. Из-за того, что гриб выглядит при созревании в выбросе спора. В июле-августе можно увидеть прямо на тропе. Воняют неприятно, но пинать их за это нельзя. Они в Красной книге. Тут же вот здесь самый ранний гриб – гриб строчок. И из Красной книги – это ветренница европейская. Следы бурной деятельности. Бобров. Места тут дикие. В окрестностях можно встречать много огромных медвежьих следов. Недалеко от водопада находится вход в пещеру-заповедную, который расположен в основании невысокого скального выступа на высоте 100 метров над уровнем реки Лемеза. Высокое расположение говорит о том, что красная полоса образовалась еще в период формирования речной долины. Вот эту пещеру открыл в 1969 году Вадим Александрович Марушин, учитель географии Уфимской школы. До этого они не знали даже местные жители. Попав внутрь, он обнаружил красивые натеки и множество костей пещерного медведя. Пещера представляла собой полос, почти полностью закрытую многочисленными белоснежными сталактитами и сталагмитами. А вот в дальнем зале на крупном камне высотой около 70 сантиметров лежал череп пещерного медведя, ориентированный ко входу в зал. Сверху череп покрылся толстым слоем натеков. Вокруг камня лежало еще полторы десятка медвежьих черепов. Увы, этот комплекс вскоре разграбили вандалой. А череп на алтарном камне разбили. Беспрецедентное разграбление пещерного святилища случилось в 2005 году группой, возглавляемой петербургским предпринимателем Силиным. Силина удалось задержать. У него изъяли более 30 мешков с костями пещерного медведя, которые он планировал продать с ограницей. Эта пещера не просто красивая пещера с богатым внутренним убранством, но и бывшее святилище древних людей. Пещера невелика по правильности. Общая длина ходов 180 метров. Внутри сыра и грязно обитают летучие мыши. Некоторые из костей и черепов попали в музеи Республики Башкорстан и Щелябинской области. Название пещеры «Заповедная» или «Медвежья» дал кто-то из туристов. Поскольку оба названия попали в самую суть, они привыкли. С 1993 года пещера изучалась археологом Василием Котовым, который выявил неизвестные ранее детали композиции и подтвердил випотезу. Было установлено, что древние люди какое-то время находились в глубине пещеры, осуществляли ограниченную хозяйственную деятельность, изготавливали каменные инструменты из пещерного известняка и кальцида. Как видно, пещерное пещерное функционировало на протяжении долгого времени. Пещерные медведи вымерли примерно 15 тысяч лет назад. Согласно радиоуглеродному анализу, найденных в пещере угольков, человек посещал пещеру в промежутке от 10 до 12 тысяч лет назад. А по медвежьим костям в дальнем зале были получены 4 радиоуглеродные даты. 50 тысяч лет, 46 тысяч лет, 37 тысяч лет, 29 тысяч лет. То есть медведи здесь жили очень давно. Возможно, пещеру заповедные посещали и находились там какое-то время в условиях ритуальной. Молодые люди, они должны были расколоть вот эти кальцитовые наросты и из них изготовить себе оружие, ножи, стрелы и так далее. И это был показателем того, что мальчики, юноши уже могли считаться взрослыми мужчинами, потому что они выдерживали в темноте пещеры, не испугались и сделали, изготовили себе оружие. Такие ребята, время нашего занятия заканчивается. Домашнее задание вам творческое. Нарисуйте в альбомах по рисованию этот сказочный водопад, а фотографии рисунков присылайте по WhatsApp мне. Жду ваших рисунков и ваших вопросов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok